Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 18 октября и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. На текущий момент тенденция на ослабление сохраняется. Вчера мы видели обновление локальных минимумов за последнюю торговую неделю, доходили до отметки 1.17.36 и пока пары торгуются ниже максимума вчерашней торговой сессии в области 1.18, тенденция на ослабление остается в приоритете. Возобновление покупок и движение в сторону более крупного тренда будет, вероятно, после обновления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера с целями движения в область 1.18.17 и далее уже на 1.18.73. Пара британских фунтов и американский доллар на текущий момент также продолжает снижаться. Подошли к уровню поддержки в области 1.3154. Ближайшая цель для нисходящего движения это уйти ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера. Ну а для возобновления покупок нам нужно увидеть британский фунт выше максимумов вчерашней торговой сессии, а именно области 1.3286. На текущий момент тенденция краткосрочная на ослабление остается в силе. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент торгуются в восходящей формации для краткосрочных таймфреймов. Ближайшая цель по восходящему движению это обновление максимальных значений, которые были отмечены вчера. Это отметка 112.47. Ну а для возобновления продаж нам нужно увидеть данную пару ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно отметки 112.02. Пара австралийский доллар и американский доллар также торгуются на текущем краткосрочном нисходящем тренде. Для возобновления покупок нам нужно увидеть обновление максимальных значений, которые мы видели вчера в области 78.60. И после этого уже тенденция на укрепление австралийского доллара по отношению к американскому доллару может возобновиться. Ну а пока мы снижаемся. Цель для нисходящего движения это обновление минимальных значений, которые мы видели вчера в области 78.17. И далее движение на 77.29 уже может произойти. Пара американский доллар и канадский доллар сегодня с утра уже обновила минимальные значения, которые мы видели вчера. Поэтому в рамках краткосрочной перспективы мы можем говорить о том, что тенденция уже возвращается к продажам по данному активу. Ближайший разворотный уровень, а значит то значение, где необходимо размещать стоп-лосс для открытия сделок на продажу, находится уже в области максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 1.25.90. Поэтому коррекция в области уже 1.25.40-1.25.50 позволит присоединиться к данной сделке на продажу более эффективно. Ну а на текущий момент тенденция на ослабление сохраняется. И цели по нисходящему движению. Первая это область 1.24.50, далее уже 1.24.30. Пара евро-фунт пока находится в нисходящей тенденции. Но вот также мы сегодня с утра уже видим попытки, точнее торговлю вблизи максимальных значений. Вчерашняя торговая сессия это область 89.28. Поэтому для начала покупок по данному инструменту нам необходимо увидеть закрепление выше данного уровня. И цели по восходящему движению в этом случае будут в области 0.90.31. На текущий момент пока мы все же торгуемся еще ниже данного уровня. Тенденция на ослабление сохраняется. И вполне вероятно мы увидим снижение в область 88.48, если не случится пробитие данного уровня. По золоту тенденция нисходящая продолжается. Вчера мы обновили минимальные значения, которые мы видели 16 октября. Поэтому ближайшая цель по нисходящему движению это область 1279.00 за тройскую унцию. Следующая цель это уже 1260.00. Для возобновления покупок нам нужно увидеть золото выше отметки 1297.00 за тройскую унцию. И тогда уже последующие цели на 1309.00 и на 1328.00 будут вновь актуальны. Нефть марки Brent пока торгуется в восходящей формации. На текущий момент вчера мы видели то, что максимум обновлены не были. А только лишь уходили ниже минимальных значений, которые мы видели в понедельник. Ну, фактически закрыли тот гэп, который появился в первый торговый день этой недели. На текущий момент тенденция на укрепление, на мой взгляд, сохраняется. И ближайшие цели по движению это укрепление в область 58.00-57.00 с последующими целями на 59.45.00. Если мы увидим нефть ниже отметки 57.30, это минимум, которое было зафиксировано вчера, то мы уже можем говорить о возвращении к продажам по данному активу. Индекс DAX. Здесь также фактически пока ничего не меняется. Волатильность практически отсутствует, хотя для этого инструмента это и не свойственно. Индекс DAX всегда был интересен своей волатильностью. Но, тем не менее, тенденция на укрепление сохраняется. И ближайшая цель по движению это обновление максимальных значений в области 13.032.00. С последующим уже движением в область 13.100.00. Уход ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии. Отметка 12.967.00 вернет нас к продажам. То есть, уже фактически мы сможем увидеть начало коррекционного движения по данному инструменту. Ну и биткоин. Также начинаю включать наш в обзор криптовалюты. Пока будем концентрироваться на биткоине. Сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Пробили область 55.100.0055.18.00 и на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции биткоин снижается. Вчера также мы видели лишь слабое обновление максимальных значений понедельника. Поэтому пока в рамках краткосрочной тенденции перспективы на снижение более вероятны. Для того, чтобы мы уже увидели восстановление покупок по данному инструменту и смогли их использовать, нам нужно увидеть данный инструмент выше отметки 5755. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Не забывайте ставить ваши лайки. И уже увидимся на нашем следующем видеообзоре, который будет завтра. Также напоминаю, что ваши вопросы вы можете оставлять под комментарием к этому видео. И всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.